еще раз добрый вечер алекс хотелось бы услышать от вас именно ваше ваше понимание что такое дзюдо ваш не не то что это борьба а именно ваше понимание что такое дзюдо для вас для меня дзюдо это один из видов единой борца в одежде не более то ничего такого особенного один хочет победить другого по определенным правилам дело в том что из-за того что это борьба в одежде дзюдо руханов придумал его таким чтобы она была наиболее подходила для того чтобы защищаться на улице надо люди там голых людей никто не ходит как полуголы таких людей на улице нет и чтобы проводить схватку настоящий надо обязательно в одежде как ни крути одежда должна быть уже на улице голых людей не а как только появляется одежда технической возможности сразу в тысячу раз вырастает и вот 55 лет назад впервые дзюдо было на олимпиаде в токио вот насколько сегодня на ваш взгляд она изменилась изменилась очень сильно связи с изменением правил с одной стороны она улучшилась что финансируемость дзюдо повысилась спортсмены получать наградные много выше чем когда-то допустим тренера могут выживать в этом виде и очень неплохо вы финансово выживать я не имею за счет государства я не буду в обычном свободном мире где люди платят обычный бизнес очень хорошо выживает это конечно плюс вот ну изменением правил там есть что отменили ноги туда ся это я считаю дзюдо в израиле на каком вы сейчас так вот на подъеме сейчас находится на подъеме на это первый вид вообще есть ли шансы у израильского ну я так назову это мужского дзюдо на предстоящем чемпионате мира золотую медаль завоевать есть конечно шансы олимпийское золотое тоже еще но если все сложно что нужно сложить чтобы сложилось ну допустим все факторы которые не зависят это от допустим не от тренера не от спортсмена допустим тренер идеальный подготовлен прекрасно спортсмен хороший и боец и все и уровень его надо чтобы значит жеребевка удачно чтобы когда он подошел к ним соревнованиям чтобы его его биоритмика была на высоте на высоте хотя у хорошего хорошие спортсмены которые при низкой и биоритмик когда качество все внизу он может добиваться успеха это идеально вот тогда чтобы он подошел наилучшим виде к этим соревнованиям чтобы эти это это чтобы этот чтобы тот день в котором он будет сражаться именно был хорошим тем для него ну чтобы допустим да допустим главный его соперник где-то неудобно говорить главный соперник где-то по травмировался и где-то ошибки судейства были бы в его сторону и так далее и так далее в этих условиях в израиле есть минимум пятерка которые могут в этих условиях стать алипетин супер не в любых условиях в любых это надо быть супер может ли дзюдо быть не соревновательным конечно конечно ну а что что тогда будет при притягивать людей заниматься дзюдо самооборона хорошо а если не для самообороны можете дзюдо быть каким гимнастическим методом может быть но это надо уже любить обычно чудо это было придумано для самого поэтому она и в одежде и поэтому она такой вот какой она есть какой каким его придумал сам это дзюгора когда как вы мотивируете своих учеников к более интенсивным занятиям я и я их делю на тех которые любители и тех которые профессионал профессионал ты не только который уже умеет на тот у которого есть цель как бы стать самым лучшим самый сильный это профессионал ему одно отношение а любитель к нему другой ну а мотивация внутрь образом для профессионалов и мотивация да конечно он хочет жизнь ему его не надо мотивировать он сам замотивирует нет и просто мотивирует есть такие которые сами из семьи пришли уже готовы есть такие когда надо объяснять зачем это ему на зачем надо стараться зачем надо все но вообще у дзюдо в дальнейшем есть такое будущее развитие дальнейшее или все-таки дзюдо где-то остановилась на своем этапе развития как вы думаете я считаю что вот это вот изменение правил что ноги отменили и силовики силовики у них возможности уменьшились вот сейчас предположим есть у нас и мельницы и ноги и все как сам значит люди которые не очень быстрые не очень быстро у них путь в дзюдо через силу сила развивается прекрасно на тренировке не не обязательно быть природой силы и силы при хорошей системе сила растет очень хорошо они нарабатывают силу большую ставят технику которыми подходит под их качество они спокойно могут быть трехкратным олимпийским чемпионом без скорость скорости не может быть преимущество силе компенсирует от недостаток а если мы силовые приемы убираем и как бы этих людей из дзюдо выкидываем у них уже шансов нет только который родился быстрым ловким вот таким есть три вещи которые в тренировочном процессе невозможно дойти хотя есть из-за того что наука спорте пока не очень сильно мягко говоря и тренер каждый тренер придумывает себе каким путем он будет идти в математике не надо придумать как решить квадратное уровне открываешь книжку есть форму есть форму самый умный прочитал сделал самый глупый прочитала сделал есть наука не надо ничего придумать а тут науки нету она по большому счету нет но когда написано как надо идти нету этого есть путь но и не ходим не изложил этого нет и каждый тренер сам себе придумывает то есть человек который пришел более умный он быстрее дойдет сам ничего нигде не надо не учат людей когда эти учат анатомия учат то учат все а как дальше это сам скажем так а bc учат университетов там все а дальше он должен киса наука не пришла с какого возраста вот вообще человеку ну допустим начинать задумываться или тренеру пойдет не пойдет результат спортивный с какого возраста вот лучше уже вот так акцентировать своего ученика 10 лет 12 лет с 15 лет когда мы начинали молодыми тренерами в маякопской школе я была у нас голова кодите коблев якуб так вот он нам говорил так там вообще здесь или запрещали с 10 лет нельзя было бороться в тем в тем временах были такие законы и если будет бороться по травмироваться родители подадут там могут могут быть проблем нам говорили так 12 лет принимать и действительно 12 принимал 16 был чемпионом ссср или семнадцать то есть принципе не просто если эта система вот это с четырех лет света система финансовой финансовой обеспеченности ты ну на ваш взгляд лучше брать уже ребенка который лет 12 до 11 до до этого возраста в хорошей системе хороший ты хороших руках с 11 лет вот так то есть он одаренный ну если будет большое колесо одарено что будет достаточно а как и чтобы допустим какую какую бы мотивацию мотивационную небольшую речь бы вы сказали тем кто еще допустим не не пришел на дзюдо чтобы вы какому как ну вообще вот человек смотрит да допустим вот тащили на мальтре вообще просто человек вот он смотрит наши интервью и думает а вот пойти бы на дзюдо или не пойти чтобы вы сказали какие там пару слов чтобы его сподвигнуть пойти на мой взгляд хотя кто-то сочтет меня интересантом и будет право на мой взгляд дзюдо это самый 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 вид который отвечает всем требованиям который вот у папы папа беспокоится за ребенка своему ему надо в этом нечестном мире выжить в этом мире где есть зло убийцы и воры хулиганы и так далее так далее но не только они если хорошие люди но их немало вот и как в этом мире выжить это большое беспокойство это большое беспокойство если это нормальный родитель то большое беспокойство его для него самый лучший вид самый лучший это дзюдо или сам не по причине по причине во первых это в одежде все так как это на улице во второй причине это травматизм ведет мин к миниуму например в боксе по голове на стучат хорошо но я очень люблю но все-таки ребенка я бы отдал борьбу и борьба в одежде очень техничный вид спорта говорят еще интеллект развивает есть такой или нет или все-таки это уже природа и генетически на мой взгляд он так скажем родил родилось она уже родилась уже интеллект и есть какой-то интеллект какие-то заложенные до задать задатки вот это она должна решать задачу как залезть с кровати начинает решать задачи сначала маленькие потом больше 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 вот в решении все он развивается я помню себя я помню себя допустим мне было там три года я помню себя полтора будет такой если люди получения по три года я помню я помню я лез на лестнице и не было непонятно вот я руками взял ногой так а потом я еще хочу ногой а дальше к а руки 6 остались внизу я никак не мог придумать как же мне это самое чтобы не не упасть а потом был сначала рукой потом ногу и вот помню этот процесс еще был у меня волы ну и последний вопрос возможно ли в израиле проведение олимпийских игр я думаю что нет по причине по причине значит во первых у нас очень много друзей вокруг нас которые очень заинтересованы будет чтобы проводить и будут мешать например вот сейчас евровидение это не на устроен там марши там но это строить еще больше это самая главная причина и это и второе значит это маленькая страна очень и состояние спортсооружения может быть не соответствует я говорю невозможно это означает не то что это вероятность равно нулю а просто это очень маловероятно ну может быть теоретически можете представить каким-то образом ну реально я не вижу как олимпийские ну а по поводу проблем дзюдо в израиле мы с вами поговорим в следующий раз да дзюдо в израиле да в следующий раз мы поговорим не только о хорошем и о множестве плохом который к сожалению имеет место в нашей жизни и в дзюдо тоже на на в следующий раз мы поговорим не behае Продолжение следует...